Однажды нас пригласили на день рождения в ресторан. Юбилей. Гостей человек 60, родственники и друзья и коллеги юбиляра. Мы мало кого там знали. Большой длинный стол. Мы садимся на указанные нам места. Я знакомлюсь с близ сидящими с нами и напротив нас людьми. Стас. Протягиваю руку сидящему напротив меня мужику лет 50. Его зовут Марк. Отвечает сидящая рядом с ним женщина. Мужчина молча пожал мне руку. Давайте все наполним рюмки и выпьем за здоровье юбиляра. Сказал кто-то громко с другого конца стола. Я беру бутылку и разливаю по подставленным рюмкам. Протягиваю бутылку к рюмке Марка. Марк радостно тянется к рюмке. Марк не пьет. У него гастрит. Резко говорит женщина и смотрит на меня осуждающе. Марк делает вид, что тянется за хлеб. В глазах тоска. Берет хлеб. Положи хлеб на место, Марик. У тебя высокий холестерин. Снова говорит женщина. Марк молча кладет хлеб на место и смотрит на часы. Приносит закуски и салат. Марк, эти салаты с майонезом. Кто знает из чего они сделаны. А у тебя слабый желудок. Лучше схешь огурец. И кладет в его пустую тарелку огурец. Помидор оставь. В покое, Марик. У тебя на них аллергия. Себе же женщина кладет в тарелку все салаты. Хлеб, селедку, фаршированное яйцо. Марк смотрит в зависть, углотая слюну. У меня крепкий желудок. Отчеканила тетенька в ответ на удивленные взгляды. И налейте мне водки. Марк ест огурец. Пьет воду и смотрит на часы. Тетенька ест все и пьет водку. Марк тяжело вздыхает. Все выпили, общаемся. Разговариваю с сидящим напротив меня и рядом с Марком парнем. Обсуждаем какой-то фильм. Вы смотрели этот фильм? Обращаюсь я к Марку, чтобы хоть как-то завлечь его в беседу. Марк открыл был рот. Но... Марк не смотрел этот фильм. Мы смотрим сериал «От любви до любви». Он идет уже два года. Мы сейчас на 547 серии. И Марку очень нравится. Снова ответила за Маркой тетенька. Марк снова посмотрел на часы молча. И на жену. У нас уже пошел разговор о работе. А Марк сейчас не работает. У него была производственная травма. Он порезал палец. И уже две недели сидит на больничной. Принесли горячее. Тетенька положила себе горы всего. Марик, там жирное мясо. А ты на диете. И поставь, пожалуйста, на место кока-колу. У тебя сахар повышен. У него сахар повышенный. Еще раз сказала она, уже глядя на нас. Люди, сидящие рядом, уже начали явно стебаться над парой. «Свободу Марку!» – кто-то сказал справа. «Отпустите, Марика, хотя бы пописать!» – сказал еще кто-то. «Может быть, даже я. Пошли покурим!» – сказал парень справа и посмотрел на всех. Марк не курит. Марк сильно кашляет. У него в детстве был бронхит. Марк снова смотрит на часы. Смотрит, не отрываясь 30 секунд. И вдруг спокойно так говорит. «Так, все. Пацаны, налейте мне водочки, а? А я пока поем. И набирает кучу салатов, мясо, запивает кока-колы. Ща еще выпьем и пойдем курить!» От неожиданности парень рядом с Марком вздрогнул, а я поперхнулся. А кто-то даже удивленно сказал «Господи Иисусе!» И поцеловал свой маген Давид. «Что, уже восемь?» «Ну, Марик, ты умница моя!» – улыбнувшись, сказала тетенька и чмокнула Марика в щеку. «Ешь, солнце мое, ешь!» Мы в полной прострации смотрели на этот сюрп. Уже в куринке нам Марик рассказывал. «Да я и в карты проиграл. Мы с моей Нинкой и на желание играем. Уже лет 20. В этот раз я проиграл и должен был до 8 часов молчать и совсем соглашаться. Это еще...» В прошлый раз Нинка проиграла и пошла на свадьбу своей сотрудницы, не накрашенная в платье и в шлепанцах. Вот это была жесть. «Офигеть! Как скучно я живу!» – сказал какой-то мужик и расстроившись вышел из курилки.